Девушки отдыхают Да, теперь там понятно. Когда вы видели постояльца в последний раз? Вчерась, в десятом часу. Так, 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 так. Ну, теперь это все понятно. Что с понятно, Иван Федорович? А то, что в третьем часу ночи на летельном мосту слышали выстрел. Прибежали караульные служители. Никого. Ничего нет. Нашлись люди, принесли багры, сеть рыболовную. Ныряли, искали и выловили только щепу гнилую. А тело так и не нашли. А может и не было никакого тела? Может пьяный? Или просто озорник подурачился? Выстрелил и убежал? Какой подурачился? Пустил себе пулю в лоб и все тут? Да пьяный. Или просто дурак? Ну, дурак или не дурак, записка-то вот она. Ухожу в одиннадцать часов вечера и не возвращусь. Меня услышат на летельном мосту между двумя и тремя часами ночи. Подозрений ни на кого не иметь. По утру 11 июля 1856 года прислуга одной из гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге. Накануне в девятом часу вечера приехал господин с чемоданом. Занял номер, отдал свой паспорт на прописку, спросил себе чаю и котлетку, сказал, чтобы его не будили вечером, потому что он устал и хочет спать, но чтобы утром непременно разбудили в девять часов. Пришло утро, в девять часов слуга постучался, никто не откликается. Слуга подождался четверть часа, стал опять будить, опять не добудился. Послали за полицией, явился полицейский чиновник. Кто ж на мосту-то стреляется? Дурак и есть. Зачем на мосту? Глупо на мосту. А вот и не дурак-с, оно так вернее. Утонуть, может, и не утонешь. А уж ежели с выстрелом, оно так вернееся. Это значит, чтобы мучиться меньше. От любого выстрела легко упасть в воду. И одно, так и другое. Намасту. Теперь уже ровно ничего нельзя было разобрать. И дурак, и умно. Однако, первым следствием этого дурацкого дела не замедлилось казаться в то же самое утро в одной из трех комнат маленькой дачи на Каменном острове. Что с тобой? Что с тобой? Письмо. На столе. Прочтите. Я смущал ваше спокойствие. Я схожу со сцены. Не жалейте, я так люблю вас обоих, что очень счастлив своей решимостью. Прощайте. Друг мой. Ты не виновата. Я одна. Я одна во всем виновата. Что я наделала? Я убила его. Убила его для тебя. Но чем же ты виновата? Не говори ничего. И не оправдывай меня. Или я возненавижу тебя. Я сегодня же уезжаю из Петербурга. В Тверь, в Нижний. Мне все равно. Милая моя. Я должна остаться одна. Прощай. Содержание повести Любовь, не так ли? Да, пожалуй. Главное лицо женщина. Это хорошо, хотя бы и повесть была плоха. Это правда. Я знаю, что этот застрелившийся господин не застрелился. Нет, 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 нет. Ты этого не знаешь, мой проницательный читатель. Почему? Потому что тебе это не сказано. Сам ты ничего не знаешь. Не знаешь даже того, что тем, как я начал повесть, я оскорбил, унизил тебя. Оскорбили, унизили? Что вы хотите этим сказать? Первые же страницы моего рассказа обнаруживают, что я плохо думаю о публике. Я применил обыкновенную хитрость романистов. Начал повесть с эффектных сцен. Я рассказываю мою первую повесть. Моя подпись еще не заманила публику. Я вынужден был забросить удочку с приманкой эффективности. Впрочем, среди читателей есть некоторая доля людей, теперь уже значительная доля, которым я доверяю. С ними мне не нужно объясняться. Их мнением я дорожу, потому что знаю, что оно за меня. Добрые, сильные, честные, умеющие. недавно вы начали возникать между нами, но вас уже немало и быстро становится больше. Ну, а теперь я продолжу, или, вернее, начну мою повесть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вера Павловна выросла в многоэтажном доме на Гороховой. Дом этот, принадлежавший действительному статскому советнику Ивана Захарычу Старешникову, после смерти отца был унаследован его сыном Михаил Ивановичем Старешниковым. В 1852 году на одной из бесчисленных грязных лестниц на четвертом этаже жил управляющий домом Павел Константинович Розальской, женой Марьи Алексеевны, девятилетним сыном Федей и взрослой девицей дочерью. Она-то и есть Вера Павловна. Мне благодарны. Погрянь, видите ли, у нее дурно ей конца оперы не дождалась. для тебя, дура. Никаких денег не жалею. На отца спроси. Расходов на тебя все животы подвело. Пансион, мадами, сколько переплатили? А фортепьянщику сколько? Благодарна. Ничего не чувствуешь. Сюрприз ей приготовила. В оперу повела. Билеты во втором ярусе взяла. И одни генеральше бывают. А она... Чего ты рожу-то воротила, когда хозяйкин сын в ложу вошел? Что он тебя обидел, чем? Чем тебе старешников снимил? Офицер обходительный. Что он тебе сказал, когда в хоретку сажал? Сказал, что завтра придется справиться о моем здоровье. Чтоб завтра была весела. Но вижу, что глаза заплаканные не спущу, как сегодня. Не выпал, Константинович. Что вы сидите, как пень? Скажите вы от себя, что мать не станет учить дурному. Верочка, твоя мать опытная женщина, умная женщина. Она не станет учить тебя дурному. Слушайся во всем своей матери. маменька, я очень устала, я чай пить не буду, мне надо бы нанахнуть. Ну, подойди сюда, Верочка. Обни голову. Бог тебя благословит, как я тебя благословляю. Нет, маменька, я уже сказала, что не буду целовать вашей руки. А теперь отпустите меня, я в самом деле чувствую себя дурой. Ну, ступай, отдохни. Вот, Верочка думает, что я злая. Вот, и вы, наверное, тоже так думаете. Как вам сказать? Вы не говорите. Да, злая. А мне ведь нельзя не быть злой. Жизнь у меня такая, тяжелая жизнь. А я не хочу, чтобы она так жила. Хочу, чтобы богата жила. Вот, она не помнит, как мы с отцом жили, пока он управляющим не был. Ведь бедно, бедно жили. А я тогда была честная, а теперь я не честная. кто отца дурака Управляющим сделал Я сделала Кто должность ему доставил? Я доставила Вот и стали жить хорошо А почему? А потому что я стала нечестная да злая Вот у отца и деньги появились Да и у меня побольше, чем у него Потому что деньги в залог даю Да и отец Верочкин уважать меня стал По струнке ходит Я вас могу понять, Мария Алексеевна Но представление ваше о счастье и благополучии Разделить не могу Ну я знаю, что в ваших книжках-то написано Что так жить не полагается Что все нужно по-новому завести Да ведь нам-то до новых порядков-то ведь не дожить Больно глуп народ-то Где уж с таким народом новые порядки заводить Ну а коль новых-то порядков нет Значит, надо жить по-старому А в вашей книжке как написано? Что значит по-старому? Обирать да обманывать Ну вот и будем жить по-старому Обирать да обманывать Месье Старешник, вы мне позволите вас так называть? Это гораздо приятнее звучит и главное легче выговаривается А то Старешник Конечно, мадемуазель Жули, конечно Месье Старешник, почему вы сегодня одни, где Адель? Я надеялась ее увидеть, это было бы очень приятно Адель поссорилась со мной, к несчастью Не верьте ему, мадемуазель Жули Почему? Не верьте ему Он боится, что вы рассердитесь, когда узнаете, что он оставил француженку ради русской Боже мой, какой у вас дурной вкус, месье Старешник Я бы ничего не имела возразить, если бы вы променяли мою соотечественницу ради этой А, как, а, грузинки, которая сегодня бы опять заходила к вам в ложу Но променять француженку на русскую Здорово, Жули, ту, которую ты называешь грузинкой, есть русская Ты что? Чистейшая Ты смеешься надо мной? Чистейшая русская Боже мой, она же великолепна Конечно А почему она не идет на сцену? Впрочем, я говорю только то, что видела Остается один очень важный вопрос Ее нога Да Ведь ваш великий поэт Карасен сказал, что во всей России не найти пяти пар маленьких стройных женских ног Ну, это сказал не Карамсен, лучше называй его Карамзин Он был историк, а вот оношка сказал Пушкин Если вы позволите мне завтра явиться к вам, мадемуазель Жули Я буду иметь честь привести ее башмак Вы лжете, месье старешник Она не любовница ваша Я видела, как она горела негодованием, даже ненавистью И она уехала из оперы Я не лгу Вы простите меня, мадемуазель Жули, что я осмеливаюсь противоречить вам Но она моя любовница Врешь, мой милый, врешь Нет, не вру Докажи Какие же доказательства я могу тебе представить? Какие доказательства? Ну, хорошо, пожалуйста Завтра мадемуазель Жули будет так добра, что привезет с собой Сержа Я привезу свою маленькую Берту Ну, а ты, конечно, привезешь ее Если привезешь, я проиграл и ужин, естественно, за мой счет А если нет, то ты с позором изгоняешься из нашего общества Боже мой, какие гнусные, какие мерзкие люди Я два года была уличной женщиной в Париже Я полгода жила в том доме, где собирались воры Я никогда не видела там таких троих гнусных, мерзких людей сразу вместе Ну, Серж, разве это не гнусно? Гнусно Я умоляю тебя, прошу Ну, не допускай этого, скажи ему, не разрешай, он же тебя боится Дорогая, успокойся Успокойся, все равно не он, так другой Ее же все равно нет Нет, ты знаешь ее адрес? Знаю Едем к ней В первом часу ночи? Пойдем лучше спать Бай-бай-бай-бай Нет, Серж, я предупрежу ее Какая гнусность Я спасу ее Боже, какие гнусные, мерзкие, какие гнусные люди Гнусные Господа, я думаю, что вы не будете ждать Жули на ваш ужин Она раздражена И, честно говоря, мне эта история не очень нравится Честь имею Какая бешеная француженка Ну, я надеюсь, старешников Что наш ужин из-за этого не расстроится Вместо них я приглашу Пьера с Матильдой Если правильно себя поведешь То подарю тебе брошь с большими изумрудами Если переделать, то очень хорошие серьги получится Добрый день, Мария Здравствуйте, здравствуйте Добрый день, Вера Павловна Прошу вас Как вы себя чувствуете, Вера Павловна? Как ваше время? Я здорова Ну, а коли так, то здоровьем надо пользоваться Да, 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 да И здоровьем, и молодостью Совершенно с вами согласен, Мария Алексеевна Матрёна? Вера Павловна Что если воспользоваться нынешним вечером и поехать покататься? День морозный, погода чудесная Это с кем же-то вы собираетесь кататься? Только втроем, только втроем Вы, Мария Алексеевна, Вера Павловна и я Ну, тогда я с большим удовольствием Я с вашего разрешения приготовлю кофе и закуски А Верочка нам сыграет что-нибудь? Сыграешь, Верочка? Хорошо Спасибо Спасибо Верочка наша Если захочет, все может Ох, умная шельф Михаил Иванович, я должна говорить с вами серьезно Я вас слушаю, Верка Вчера в опере вы выставили меня своим приятелем, как свою любовницу Я предупреждаю вас Если вы осмелитесь подойти ко мне в театре, на улице, где-нибудь, я дам вам пощечек Я говорю с вами, как с человеком, в котором нет искры чести Если вы не до конца испорчены, то проще перестать бывать у нас Ну, я... Если вы согласны, то дайте мне вашу руку Благодарю вас Ну, идите же Ну, скажите, что вам надо запрягать лошадей для поездки Куда же ты, Михаил Иванович? Извините, Мария Алексеевна, я тороплюсь Да Открой, Верка Открой, я тебе говорю Маменька, если вы будете выламывать дверь, я брошусь из окна Я вам живая в руки не дамся Фигатая лестница Да А под каким предлогом мы приехали? Ну, скажем, что У тебя есть племянница, которая хочет брать уроки музыки А ведь Верочка прекрасно играет Чудесно Открой ты, шельма, бессовестная Мария Алексеевна Полковник какой-то с супругой Веру Павловну спрашивают Такой полковник? Важный, а дам в особенности Никогда такой лицом к лицу не видала Так, чё ж ты стоишь? Пожди Здравствуйте, Мария Алексеевна Здравствуйте Я был очень рад вчера познакомиться в опере с вашей дочерью Это оказалось как нельзя более кстати У моей жены есть племянница, которая хочет брать уроки музыки А ведь ваша дочь Да, да, да У Верочки большой талант учить на фортепиано Да и я за счастье почту Ну вот, учительница-то моя не очень здорова Что так? Ну, сейчас Верочка Верочка Друг мой Ты видишь или нет? Вот она Здравствуйте, дорогая Прошу вас Спасибо Милое Милое дитя мое Ну, вы, конечно, удивлены И смущены в виде моего мужа Здесь В присутствии которого Вчера вас так оскорбили в опере Мой муж легкомысленен Но он лучше других повес Простите его ради меня Я приехала с добрыми намерениями Уроки только предлог Я прошу вас Поддержите его Сыграйте что-нибудь Мы и поговорим Месье Старешников готовит новую гнусность Он держал на вас пари Как это мерзко А сегодня он был у нас И пригласил нас поехать за город Так что же он хотел обмануть вас? Или ваша матушка в заговоре с ним? Нет, нет Моя мать, конечно Дурная женщина Но не настолько Чтобы быть в заговоре Да? Ну что же Сейчас мы это выясним Сэрж Да, дорогая Сэрж Объясните Расскажите Этой женщине О вчерашнем паре Хорошо Моя жена довольна игрой вашей дочери И вот хочет с ней поговорить Позвольте вам сказать несколько слов О нашем общем знакомом Месье Старешникове Известно ли вам, что он говорит О своих отношениях К вашему семейству? Вы знаете Я не сплетница Сама вести не разношу Да и не слушаю их А потом мало ли что Болтают люди Да Так вот он держал вчера пари Что ваша дочь Является его любовницей Это вы тоже называете сплетней? Вот они шутки какие Вот и идет Зачем кататься-то звал Ах он мерзавец Ну погоди Сквернавец Ваша мать Не была его сообщницей И сейчас очень раздражена Против него Но я хорошо знаю таких людей Как ваша мать У нее никакие чувства Не остановятся перед денежными расчетами Очень скоро она примется Вам ловить снова жениха И бог знает Чем это все может кончиться Милое мое дитя Вы должны это знать Я не жена Сержа Я у него на содержании Известна всему Петербургу Как дурная женщина Но я честная женщина И я вам обещаю Что я сделаю все для того Чтобы старешников вас больше Не преследовал Ой, я так благодарна вам Милое жули Милое мое дитя Не дай вам бог Когда-нибудь испытать то Что чувствую я теперь Когда после стольких лет К моим губам Впервые прикасаются чистые губы Умри Но не давай Поцелуя без любви У вас есть родственники В Петербурге Нет Жаль А любовник Простите, простите Это видно Но тем хуже Значит у вас нет приюта Как же быть Что же делать Послушайте Старешников Очевидно Вам сделает предложение Эти люди Влюбляются по уши Как только их волокистство Отвергается Дитя мое А вы поступили Как опытная кокетка Но как бы то ни было Старешников Вам сделает предложение И я советую его принять Это говорите вы Который только что Сказал мне Умри Но не дай поцелуи Без любви Нет Это было сказано Вовлечение Но жизнь Это же проза И расчет Нет Нет Никогда Он гадок Он отвратитель Я не унижусь Я пойду собирать Милостыню Я выброшусь из окна Нет Лучше Лучше умереть Боже мой Ну это же выход Вы же избавитесь От преследований Вашей матери Ну потом С вашим характером Вы будете госпожой В доме мужа Я не хочу Не властвовать Не подчиняться Я не хочу Не обманывать Не притворяться Я хочу быть независимой И жить по своему Садись, Верочка Верочка Михаил Иванович Делает нам честь Просит твои руки Ну мы отвечали Как любящие тебя родители Что принуждать тебя Не будем Хотя с другой стороны Очень рады Ну ты как добра И послушная дочь Положишься на нашу опытность Что мы и от Бога Не могли молить Такого жениха Ты согласна, Верочка Нет Что ты говоришь, Верочка С ума сошла, дура Ну и повторить, мердавка Если вы тронете меня Я уйду из дома Если вы меня запрете Брошусь из окна Я знала, как вы отнесетесь К моему отказу И я уже обдумала Что мне делать Сядьте Сядьте, сядьте И сидите Или я уйду Вы бешеные Я не пойду за него А без моего согласия Венчать не стану Ты с ума сошла Верочка Ну что же мы ему скажем Вы не виноваты Перед ним в том Что я не согласна Верка Одумайся Одумайся, дура Матрена Маменька Если вы что-то хотите Сделать надо мной Вынуть ключ из двери Моей комнаты Или что-нибудь Еще лучше не делайте Хуже будет Вы отказываете мне Судите сами Могу ли я не отказать вам Вера Павловна Я виноват Я достоин казни Но я не могу Перенести вашего отказа Я не могу Согласиться Ну если так Я прошу у вас Одной пощады Вы теперь Слишком живо Чувствуете Как я оскорбил вас Ну Не давайте мне Теперь отказа Дайте мне время Заслужить ваше прощение Я кажусь вам низок Подл Но я исправлюсь Не отталкивайте меня Дайте мне время Мне жаль я вас Я вижу вы искренне сейчас Вы хотите Чтобы я не давала Вам ответа Но извольте Только отсрочка Ни к чему не приведет Вы спасаете меня Я заслужу Другой ответ Я заслужу Ваши героини Мне кажется Надуманной Почему Ну какая девица В ее положении Откажется От столь выгодной Партии Конечно Старешников Повеса Но с годами Остепенится Нет Я не понимаю Что еще нужно Этой вашей Вере Павловне Ах разве Это непонятно Она не любит Он не любит Ну понимаете Не любит Ну понимаете Любит Не любит Все это Знаете ли Глупости Женщине нужен муж Положение И надлежит И надлежит Женщина С таким характером И она Но жизнь Но жизнь Вера Павловна В конце концов Устроилась Хорошо Я потому Рассказываю Ее жизнь Что Вера Павловна Одна из первых Женщин Жизнь Которых Устроилась Хорошо Случай Из которого Начала Устраиваться Ее жизнь Был такого рода Надобно Было Готовить Для гимназии Младшего Брата Верочки И кто-то Рекомендовал Павлу Константиновичу Медицинского Студента Лопухова 87 49 49 49 Вот я его поставлю Чем же ты пропускаешь 4 47 Верочка Пожалуйста Прошу садиться, господин Лопухов. Матрена, еще стакан. Если для меня, то благодарю, я не буду пить. Ну, почему же ты не будете? Вы пили бы. Спасибо, я чай пью только дома. Матрена, не нужно стакан. 75. Так. А трудная ваша часть, месье Лопухов? Я имею в виду докторскую часть. 29? Да, трудная. Так, так. А вы давно служите? 9 лет. Имеете роту или нет? Нет, не имею. Но скоро надеетесь получить? Нет еще. 56, да? Да, 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 да. Докторская часть, конечно, труд. Но докторам, слава богу, жить можно? 75. Ну, а вы не думаете, Дмитрий Сергеевич, о семейной жизни? Или уже имеете невесту? Как же, как же, имею. Ну, и хороша она? Необычайно. И приданное имеет? 25. Пока еще нет, но скоро должна получить большое наследство. И в деньгах, и в поместьях? В деньгах, и в поместьях. 76. И свальпа скоро? Скоро, скоро, Марья Алексеевна. Как же это бог послал вам такое счастье? Как же это другие-то не перехватили, а? 69. Да так, еще никто не знает, что она должна получить наследство. А вы проведали. А я профит. Верно разузнали-то? Сам бумаги смотрел. О, 71. Счастье-то какое. Ай-яй-яй. Три. Видно, за молитвы, за родительские, да? Да, вероятно. 49. Кончила. О, Верочка, молодец. Вот везет Верочке. Да. Ну, Верочка, сыграла бы нам что-нибудь. А мы бы с Михаилом Ивановичем послушали. Ну, что ж, пожалуй. Федя! Что, мама? Тебя учитель ждет? Не торопите его, Мария Алексеевна. Дмитрий Сергеевич хочет послушать, если Верпаун разрешит. Кстати, и я вместе с ним. Красивые лица. Только очень холодная. Когда войдет в свет, будет производить эффект. На жениха не глядит. Взглянул раз холодно и любезно. Тут что-то не так. Вы наблюдательный, Дмитрий Сергеевич. А для медика наблюдательность немалое достоинство. Да, досадно, что не нашел свой жених получше. Но презирая жениха, принимает его, потому что нет другой руки, которая бы ее ввела в свет, куда хочется войти. Нет, она не холодная. Совсем не холодная. Хм, интересно. Держит он себя уверенно. С большим достоинством. Брат говорит, что он дикарь, голова набита книгами, данным, динамическими препаратами. А слушает он хорошо. Нет, Верочка, он совсем не дикарь. Он один из тех немногих людей, которых теперь становится все больше и больше. Я положительно знаю, что и он, и его друг Кирсанов, который явится в повествовании несколько позже, порядочные люди. А держит он себя сухо и холодно со всеми, кроме близких ему людей да учеников, потому что как огня боится фамильярности. Зелопухов, я никак не ожидала видеть вас танцующим. Почему? Раз так трудно танцевать? Вообще, конечно, нет. Но для вас, разумеется, да, потому что я знаю вашу тайну. Какую тайну? Вы пренебрегаете женщинами, это рассказал мне мой братец. О, ну, Федя не совсем прав. Я не пренебрегаю женщинами. Я их... Избегаю. Ну, ведь у вас же есть невеста. Она красавица, вы влюблены в нее, да? Да, она очень красивая, она сильная, и всех людей может сделать счастливыми. Вы знаете, я думал о вас даже хуже, чем вы обо мне. А теперь? А теперь, ну, это потом. Скоро ваша свадьба? Никогда. Я так и думал. Ну, а зачем же вы терпите в доме, шениха? Зачем? Одного я вам не могу сказать. Мне тяжело, а другой могу. Мне жаль его. Ну, это вторая причина, а первую я вам скажу. Ваше положение в семействе ужасное. Теперь оно сносно, теперь же меня никто не мочит. Ну, ведь так не может продолжаться до бесконечности? К вам начнут приставать, что тогда? Я думала об этом. Я решила, если я не останусь здесь. Если хотите, я вам помогу. Благодарю вас. Сделайте это скорее. Мне так хочется вырваться отсюда. Не хочу здесь оставаться. Не хочу. Благодарю вас. Спасибо за просмотр. Вот вы только не смейтесь тому, что я скажу. Мне жаль его, ведь он же очень любит меня. Он вас любит? Он так смотрит на вас, как я сейчас? Такой у него взгляд? Да нет, ваш взгляд не смущает меня. Так значит, это не любовь, Вера. Ну... Вы хотели сказать, ну что же это есть не любовь? Это пусть будет все равно. Но что это не любовь, вы и сами скажете. Любовь ставит вас в такое отношение к человеку, что вы говорите, лучше умереть, чем быть причиной мучения для него. Пусть лучше я умру, чем не то, что потребую. Но скорее допущу, чтобы он стал в чем-нибудь принуждать себя, стеснять себя. Вот такое чувство, которое так говорит, это и есть любовь. Ну, а теперь я уйду, я сказал все. А отчего же вы не поздравите меня? Ведь нынче день моего рождения. Может быть. Может быть. Если вы не ошибаетесь, хорошо для меня. Ну, а теперь я уйду. Однако это просто неприлично. Едва ли не в первый раз видит человека и такая, простите, откровенность. Странно, как-то неожиданно. Вера Павловна совсем мало знает Лопухова. Всего несколько раз говорила с ним, и вдруг такая близость. Это совсем не странно, милая моя читательница. У этих людей, как Лопухов, есть магические слова, которые привлекают к ним всякое огорченное и обиженное существо. Это их невеста подсказывает им такие слова. Ну, вот что в самом деле странно, что Верочка так спокойна. Ведь принято считать, что любовь – это тревожное чувство. А она заснет тихо, как ребенок. Но что приснится моей Верочке? Веселые детские игры? Фанты? Горелки? Или, может быть, танцы веселые, беззаботные? Откуда эти старики и старухи разбитые параличом? Нет, это я разбитый параличом. А разве молодые девушки бывают в параличе? Бывают. Часто бывают. А теперь ты будешь здоров. Вот только коснусь тебя. Как нелегко стало. Вот видишь, ты уже здоров. Какое красивое поле, какие цветы. Как же я до сих пор-то могла жить в подвале. Как тебя зовут, девушка? Прежде он звал меня Вера Павловна. А теперь зовет Верочкой. Так это ты та Верочка, которая меня полюбила. Да, я тебя очень люблю. Только кто же ты? Я невеста твоего жениха. Какого жениха? Я не знаю. Я не знаю своих женихов. Они меня знают, а я их нет. Их у меня много. Ты кого-нибудь выбери себе в женихи. Только из них, из моих женихов. Я выбрала. Я хочу, чтобы мои сестры и женихи Выбирали только друг друга. Ты была заперта в подвале. Разбита параличом. Это я тебя вылечила. Я тебя выпустила. Помни же, А не вылечила, А сидящих в подвалах Лечи, Выпускала. Будешь? Буду. А только как вас зовут? Мне так хочется знать. Ты зови меня Любовью к людям. Ты зови меня Наконец-то. Что, неудача? Неудача. Как неудача? Отчего же? Я еще не собрался с мыслями, а надо придумать что-то новое. Ну как же придумать что-нибудь новое? А то, что мы придумали прежде, вовсе не годится. Мне нельзя быть гувернанткой? Что обманывать нельзя? А я вчера до двух часов ночи не могла заснуть. А когда уснула, какой сон видела? Будто я освобождалась от душного подвала, будто я выбежала в поле. Да, не сбылся сон. А я уже думала, что не вернусь домой. Вам нельзя уйти из дому без воли, Марья Алексеевна. Она вернет вас домой по закону. Ой, Господи, душно под этим валим. Ну, постойте, я не так хотел сказать. Устроим как-нибудь. Это вы говорите, чтобы утешить меня. Ничего, ничего нельзя сделать. Есть одно средство. Какое? Ну, я вам скажу не теперь, а когда вы немножко успокоитесь и сможете рассуждать хладнокровно. Говорите, я же не успокоюсь, пока не услышу. Ну? Мой друг. Вы не хотели этого сказать? Отберите у меня это имя, если жалеете, что дали его. Поздно. Я не жалею. Ну и прекрасно. Скоро вы все узнаете. Марья Алексеевна, я пришел сказать, что послезавтра вечер у меня занят, и я вместо того приду к вам на урок завтра. Позвольте мне присесть. Позвольте мне присесть. Размолвка. Нет, Марья Алексеевна, невестой я доволен. Вот с родными хочу ссориться. Ну, разве можно ссориться с родными, Дмитрий Сергеевич? Да нельзя, Марья Алексеевна. Семейство такое требует от человека бог знает чего. Чего он и выполнить не может. Ну, это, конечно, это другое дело. Если же так, так, если ссора по деньгам, так я вас, конечно, осуждать не могу. Марья Алексеевна, позвольте мне быть неделикатным. Я так устал и так расстроен, что мне необходимо побыть в хорошем, уважаемом обществе. А такого общества я нигде не нахожу, кроме как в вашем доме. Марья Алексеевна, позвольте мне напроситься отобедать у вас нынче. И позвольте сделать некоторые распоряжения вашей матрёне. У вас тут недалеко винный погреб. Там вино не бог весь какой, но всё-таки хорошее. Вы, смею спросить Марья Алексеевна, какое вино кушаете? Ну, что, батюшка, я мало знаю толку виней. Я почти что не пью, я ведь не женское дело. Это, конечно, Марья Алексеевна, но мороскин пьют даже девицы. От вас недалеко так же кондитерская. Не знаю, найдётся ли там пирог из грецких орехов. На мой вкус, это самый замечательный пирог. Кутнём нынче, Марья Алексеевна. Хочу пропить ссору с родными. Ой, что это вы больно деньгами ссорить, Дмитрий Сергеевич. А уж не задаточек ли? От невесты получили. Нет, Марья Алексеевна, задаточек я не получил. Ну, а коли деньги завели, скрутнуть можно. Что задаточек, Марья Алексеевна? Не в задаточке дело. Что задаточками пробавляться? Дело надо на чистоту вести, Марья Алексеевна. Ведь мы же с вами старые воробьи, нас ведь на мякине. Марья Алексеевна, не проведёшь? Нет, не проведёшь. Мне хоть лет и немного, а я ведь тоже старый воробей, тёртый калач. Не так ли, Марья Алексеевна? Так, тёртый калач, тёртый. Перпо. Выпейте и вы. Здоровье моей невесты и вашего жениха. Да, это Бог вашей невесте и Верочкиному жениху счастья. А нам бы уж, старикам, Верочкиной бы свадьбы дождаться. Дождётесь, дождётесь, Марья Алексеевна, скоро дождётесь. Да, Вера Павловна? Зачем понапрасну маменьку в заблуждение вводить за скорую свадьбу? Да? Ну, говорите. Да. Да. Дай-то Бог! Спасибо тебе, Верочка. Утешила. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо, моя девочка. Спасибо тебе. Утешила нас на старости лет. Ты плачешь, Верочка? Это от радости. Ты выпускаешь меня на волю из подвал. Какой ты умный, добрый. Как ты всё это придумал, когда? Да, вот как танцевал с тобой, так и придумал. И мы будем с тобой друзьями. Да. Но прежде нужно повенчаться. Значит, мы будем венчаться? А как же ты всё это устроил? У нас в медицинской академии есть семинаристы. Через них мы и познакомились с Мерцаловым. А кто такой Мерцалов? Это священник. Наш очень хороший знакомый. Верочка. Теперь у меня к тебе просьба. Ты знаешь, что в церкви молодых заставляют целоваться. Да, мой милый, только это очень стыдно. Так вот, чтобы не было слишком стыдно, поцелуемся теперь. Хорошо, мой милый, поцелуемся. Ну, разве нельзя без этого? Нет, в церкви без этого никак нельзя. Так приготовимся. Хорошо. Верочка, а вот это и есть Александр Матвеевич Кирсанов, с которым ты захотела запретить мне видеться. Так значит, это вы разлучаете наши нежные сердца. За что? Вот за то, что вы очень любите Дмитрия Сергеевича. А смогу ли я любить его так, как вы? Вы знаете, я никого, кроме себя, не люблю. А Дмитрия Сергеевича? Жили, не ссорились. И того довольно. А он вас? Не замечал что-то. Ты что, любил меня, Дмитрий? Видишь, особой ненависти я к тебе не испытывал. Ну что ж, хорошо, я не буду запрещать ему видеться с вами. И сама буду любить вас. Вот это гораздо лучше, Вера Павловна. Пойду скажу Мерцалову, что вы уже здесь. Да, я поздравляю вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Прошло три месяца после того, как Верочка вырвалась из подвала Хорошо шла жизнь Лопуховых Порядок их жизни устроился Конечно, не совсем в том виде, как полушутя полусерьезно Вера Павловна Объявила о нем в день своей фантастической помолвки Но что-то похоже на то Старик и старуха, где они поселились Много толковали о том, как странно живут молодые Будто вовсе не молодые, даже не муж и жена, а точно не знаю кто Говорила старуха Он встанет, платье наденет Сидит, ждет, когда самовар принесешь Сделает чай, кликнет ее Она тоже уже одета входит Вечером разойдутся по своим комнатам, сидят, книжки читают Вы с муженьком-то живете, спрашиваю? Засмеялась, живем, говорит Вера Павловна всегда была весела Однажды, это было спустя пять месяцев после свадьбы Дмитрий Сергеевич возвратился с урока и нашел жену в каком-то особенном настроении Ну, друг мой У нас был уговор, чтобы я не целовал твоих рук Но то говорилось так вообще А для такого случая уговора не было После, после, мой миленький, когда удастся сделать? Ну, после это тогда все и кирсанов поцелуют, а теперь я один Насилие я закричу Мы и кричим Ну, вот это уж такая большая важность А вот какая важность, мой друг Мы все много говорим, а ничего не делаем А ты позже нас стала думать об этом А прежде всех принялась за дело Миленький, ты захвалил меня Мне ведь давно хотелось что-нибудь делать Вот я и решила завести швейную Это хорошо? Умная головка Ты знаешь, мне кажется, с самого начала, когда выбираешь немного Нужно все делать осмотрительно Чтобы люди в самом деле были честные, хорошие Ты знаешь, ведь сколько я искала и нашла Очень славные девушки Добрые люди говорят, что можно завести такие швейные мастерские В которых швеям будет работать много выгоднее, чем те мастерские, которые мы все с вами знаем Мы решили попробовать Судя по первому месяцу, действительно можно Девушки получают плату исправно А кроме этой платы и всех других расходов Осталось еще очень много денег в прибыли Так, что с ними делать? Вера Павловна Вы хозяйка Прибыль принадлежит вам по праву Я именно затем и завела эти швейные мастерские Чтобы эти прибыльные деньги шли в руки самим швеям За работу которых они получат Но помилуйте, это же противоречит здравому смыслу Нет, увольте Так дело не ведется По старому так не ведется А по-новому именно таки разумно Девушки, из которых образовалась основа мастерской Были хорошие шви И прямо были заинтересованы в успехе работы В первый же месяц они определили, что не годится Самой Вере Павловне работать без вознаграждения Хотели дать ей третью часть прибыли Но Вера Павловна растолковала им, что это противно основной мысли их порядка Через три года каждый месяц стали делить прибыль Потом часть прибыли стали откладывать, организовали свой банк Из этого банка давали тем, кому встречалась экстренная надобность в деньгах Покупали провизию, оплачивали общую квартиру, в которой жила большая часть девушек По-моему, мы несколько отклонились от сюжета Вы начали вашу повесть как повесть о любви А теперь какая-то мастерская Ваши читательницы будут разочарованы Ах, нет, вы не прав Вере Павловне можно позавидовать Она нашла себе дело, достойное, полезное Но вот можно ли жить одним только делом? Да А все-таки вот что же означала вот та таинственная история с самоубийством? Я рассказал о мастерской лишь в той степени, в какой это нужно для обрисовки деятельности Веры Павловны А что касается истории, рассказанной в самом начале, то мы к ней вернемся Дальше там такие слова Час наслаждения лови, лови, лады, лето, отдай любви Глупые слова Да, правы, глупые, смешные какие-то Ну давайте что-нибудь другое Что с вами? Вы очень изменились за последнее время, Александр Матвеевич Правда, Дмитрий? Ага, что я, что Верочка? Я говорю, что Александр Матвеевич очень изменился за последнее время Да, и вправду, что с тобой? Хорошо, это очень хорошо, Вера Павловна Ты, Александр, что, думаешь на кого-нибудь? На меня? Тебе показалось На Верочку? Ну я же сказал, тебе нет Ну а что же с тобой сделалось-то вдруг? Ничего со мной не сделалось Что с вами сделалось, Александр Матвеевич? Впрочем, не отвечайте, я все знаю Вы решили не бывать у лопуховых, не так ли? Да, так Я не могу нарушать спокойствие женщины, жизнь которой идет хорошо А не может ли ваше удаление только ускорить дело, которое вы хотите избежать? Я думал об этом Оставаюсь я, разумеется, мог бы вести себя так, чтобы не обнаружить своего чувства Потому что только в этом случае я не буду негодяем, оставаюсь Но потом я понял, что удалиться труднее, чем остаться Да и какое право я имею так безусловно верить, что ни словом, ни взглядом не обнаружу своего чувства Поэтому вернее будет удалиться Я, как и Верочка, Александр Матвеевич, не люблю много говорить о благородстве Достаточно сказать, что вы поступаете честно Я даже не называю это и так Тоже довольно громкое слово Я называю свой поступок расчетливым, я поступаю неглупо, вот и вся похвала мне Шло время К концу лета девушки собрались по обыкновению на загородную прогулку Вера Павловна всегда ездила с ними, поехал и Лопухов Через пару дней за утренним чаем Вера Павловна заметила, что ему не здоровится Лопухов признался, что чувствует себя дурно, лег в постель и вызвал запиской Кирсанова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Думаю, опасности особо и нет, вероятно и не будет Ну, воспаление в легких, ты прав, сильное Немного запустил ты болезнь, Дмитрий Но опасности действительно большой нет Придется, конечно, полежать недели полторы, пожалуй Нет, я все-таки прав, Александр, чтобы позвал тебя Нужно для очищения совести Я ведь не бобыль, как ты И успокой ты, Вера Павловна Уговори ей отказаться от ночных дежурств подле меня Третью ночь глаз не смыкает Дмитрий, ничего, хорош Еще дня три-четыре будет тяжеловато, но не тяжелее вчерашнего Потом станет поправляться Ну, а вас, Вера Павловна Я хочу говорить серьезно Вы дурно делаете Зачем мне спать по ночам? Ему совершенно не нужна сиделка Да и я не нужен А себе вы можете повредить и совершенно без надобности У вас и так нервы довольно расстроены Да ведь все, что вы мне сейчас говорите Он уже говорил и много раз Я бы скорее послушала всего, чем вас Значит, не могу Идите к себе, Вера Павловна Мы оба вас просим Я останусь здесь Идите Александр Матвеевич Вы совершенно перестали бывать у нас Вы совершенно забыли меня Да, именно меня С Дмитрием вы видитесь и довольно часто А у нас вы не были с полгода А ведь когда-то мы с вами были друзьями Люди применяются, Вера Павловна Я почти ни у кого не бываю Некогда Лень Так устаешь с девяти часов до пяти В госпитале и в академии Что потом чувствуешь невозможность Иного перехода Кроме как из мундира Прямо в халат Дружба хорошая вещь Но не сердитесь Сигары на диване Гораздо лучше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я понимаю К чему идет дело В жизни Веры Павловны Начинается новый роман Кирсанов Давно уже влюблен в Веру Павловну Перестал бывать у Лопуховых А Вера Павловна Как ты понятлив, проницательный читатель Как только тебе скажешь Что-нибудь ты сейчас же замечаешь Я понял это И восхищаешься своей проницательностью Да тут большого ума и не надо Чтобы понять К чему дело клонится А вот с этим я берусь поспорить Ум Читателю нужен А вы не спорьте Не спорьте с этим человеком Эти люди все слишком хорошо знают Обо всем имеют готовые суждения Все видят наперед И не нисколько не утруждают себя подумать О том, что им рассказывают Что ж, я согласен с вами, дорогая читательница Давайте оставим этого Чересчур проницательного господина Наедине с его самонадеянностью И отправимся вместе с выздоравливающим Лопуховым и Кирсановым В мастерскую Веры Павловны Как хорошо, что вы все же выбрались посмотреть на мою мастерскую, Александр Матвеевич Но я потребую с вас контрибуцию Какую же контрибуцию, Вера Павловна? Дмитрий читает лекции по экономике Мерцалов по русской истории Я тоже по мере сил знакомлю девушек с русской литературой А вы могли бы Вы могли бы преподавать курс практической медицины Ну что ж Не смею отказать вам В столь благородном начинании Тем более, что ваша мастерская Стала в известном смысле знаменитой Даже Рахметов Находит, что дело это весьма и весьма нужное Ну, я полещена Тогда я заслуживаю награды Вот завтра последняя гастроль Бозио Идут по ритане И вы достаете мне билеты Ну что ж Завтра утром Будут билеты Верочка, я не очень люблю эту оперу Буду скучать Поезжай с Александром Для него всякое опера наслаждение Кажется, если бы я написал оперу Он и ту пошел бы слушать Поезжайте без меня Я в данном случае предпочитаю, как говорит Александр Сигару на диване Неужели он ничего не замечает Нет Ничего А Вера Павловна И Вера Павловна ничего не замечает И в себе ничего не замечает И в себе ничего не замечает Но только снится Вере Пауни сон. Пауни сон. Пауни сон. Кто ты? Узнаешь скоро. А теперь нам надо заняться тем, зачем я пришла к тебе. Читай свой дневник. Но у меня его нет. А это что? Дневник Веры. Но у меня нет дневника. Читай. Я уже думала, что лучше умереть, чем жить с маменькой, чем идти под венец со Старешниковым. И вдруг за обедом Эл говорит. Вера Павловна, выпьем за здоровье моей невесты и вашего жениха. Я едва могла удержаться, чтобы не заплакать от радости. Как я люблю Дэ, он выводит меня из подвала. Переверни страницу. Переверни страницу. И еще. И еще. Читай. Лето нынешнего года. Ну, кто же так пишет в дневнике? Читай дальше. Прежде мне не было скучно одной, а теперь скучно. Отчего прежде не было скучно одной, а теперь скучно. Читай дальше. Я не хочу больше читать. Ты должна прочесть. Нет. Я не хочу читать. Хорошо. Тогда я тебе прочту. Слушай. Он человек благородный, мой избавитель. Но благородством внушается уважение и доверие, готовность действовать заодно, дружба. Избавитель награждается признательностью, преданностью. Но сходны ли наши натуры, наши потребности? Он готов умереть для меня, я для него, но довольна ли этого? Мыслями ли обо мне живет он? Мыслями ли о нем живу я? Люблю ли я его такой любовью, какая нужна мне? Прежде я не знала этой потребности, тихого, нежного чувства. Нет, мое чувство к нему не таково. Не хочу больше слушать. Ты не любишь его. Ты злая. Ведь я же не звала тебя. Ты не любишь его. Я не звала тебя. Зачем ты мне? Уйди. Я не звала. Я не звала. Верочка, что ж там? Верочка. Мой милый, мой милый, не защити меня. Защити меня. Мне снился страшный сон. Верочка, ты все дрожишь. У тебя холодный пот на лбу. Да, да. Да, мой милый, мне снился страшный сон. Выснилось, будто я не люблю тебя. Милый, милый, ну ласкай меня. Ну, ласкай меня, будь смешан со мной. Я хочу любить тебя. Только тебя. Ну, кого ж ты любишь, как не меня? Да, да. Это дурной. Дурной гадкий сон, Верочка. Я хочу любить тебя. Только тебя. И никого, кроме тебя. Никого. Дмитрий, отчего у тебя в комнате нет цветов? Изволь, мой друг, я заведу. Я просто не подумал об этом. Мне очень хорошо. Отчего мы нежели с тобой всегда так? Верочка, ну, теперь когда ты успокоился, расскажи мне, что тебе приснилось третьего дня? Изволь, изволь, мой милый, мне приснилось, будто бы ко мне пришла какая-то женщина, которая заставила меня читать мой дневник. Там было все написано о том, как мы с тобой любим друг друга. Когда она дотрагивалась до страниц, то возникало, ну, будто бы, что я не люблю тебя. Мой милый. Я хочу любить только тебя. И никого, кроме тебя. Верочка. Теперь ты меня измени, если я спрошу. Это было только во сне. Ну, если бы не только, разве бы я не сказала тебе? Но я хочу любить только тебя. И никого, кроме тебя. Милый. Милый мой. Я люблю его. Я очень люблю его. Милый мой. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Все разошлись, здесь не очень уютно, и домой идти не хочется. Так ведь? Верочка, ты дала себе время рассмотреть свое чувство. И убедилась, что оно сильнее, чем ты хотел думать раньше. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Зачем же мучить себя? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Смотри-ка мне в глаза Послушай, Дмитрий Мы с тобой друзья Но есть вещи, которых не должны дозволять себе и друзья Я прошу прекратить этот разговор Я не расположен к серьезным разговорам И никогда не бываю расположен Нельзя не говорить, Александр Я запрещаю тебе говорить Если не хочешь иметь меня своим вечным врагом Если не боишься потерять мое уважение Ты когда-то не боялся терять моего уважения Помнишь? Я тогда не задумывался о причинах твоего поведения Когда ты выставлялся то ли сумасшедшим То ли дураком или пошляком Помнишь, какой чушь ты нес? Вера Павловна сказала, что чай вздорожал Это намек на то, что я вас объедаю И не появлялся полгода, пока я не заболел Дмитрий, я прошу тебя уйти Или я ухожу? Не можешь уйти, Александр Ты что, полагаешь, твоими интересами я занят? Почему ты перестал бывать у нас? Я прошу тебя, Александр Прекрати твои маневры Они не ведут ни к чему Я не понимаю О чем ты говоришь Ты не понимаешь, о чем я говорю Я совершенно так же не понимаю О чем ты говоришь Мы оба не понимаем друг друга Правда? Эти загадки, которые тебе непонятны Неприятны тебе Их не было Я ничего не говорил Дай-ка мне сигару Я свои забыл в рассеянности Сядем И поговорим об ученых вопросах Я только затем сюда и пришел Чтобы заняться от нечего делать Ученый болтовней Как ты думаешь, Александр Об этих странных опытах Искусственного произведения белковины? Замечательное открытие Такой поворот всего вопроса о пище Всей жизни человечества Стоит не то ново открытие Как ты считаешь? Ты согласен? Да, конечно Только сильно сомневаюсь в точности опытов Рано или поздно наука до этого дойдет Но теперь едва ли еще дошло Ты так думаешь? Ага Я точно так Значит, наш разговор закончен Но прощаясь, прошу тебя, Александр Бывать у нас Часто По-прежнему До свидания Кажется, хочешь, Дмитрий Чтобы я вот так остался с мнением, что у тебя низкие мысли Нет, я вовсе этого не хочу Но ты должен бывать у нас А что тут особенного? Ведь мы же с тобой приятели Я не могу Ты затеваешь дело безрассудное Какое право ты имеешь требовать от меня того, что мне тяжело? Чем я обязан перед тобой? Нелепость какая-то Постарайся выбить романтические бредни из твоей головы То, что мы признаем с тобой за нормальную жизнь Будет, когда переменится понятие обычае общества Оставь общество Ответь мне лучше, Александр, на такой вопрос Разумеется, тоже отвлеченный Если в ком-нибудь пробуждается какая-нибудь потребность Ведет к чему-нибудь хорошему Наше желание уничтожить эту потребность Нет, такое желание не ведет ни к чему хорошему Приводит только к тому, что потребность приобретает утрированный размер Это вредно Вредно и гадко А заглушает, заглушает с собой жизнь Это жаль Ты дурно поступаешь со мной, Дмитрий Так что ты сама видишь Это очень приятные для меня перемены Уроки мне чертовски надоели А в фильме я уже порядком освоился Меня там считают человеком дельным, образованным А ты считаешь своего мужа человеком дельным, образованным? Кроме того Работа в заводской конторе Дает влияние на рабочих Я уж образовал там охотников учиться Вытянул из фирмы плату для учителей Понимаешь, я сумел убедить фирму Что грамотные рабочие будут меньше портить машины Сократится число прогулов Да и пьяных глаз будет меньше Кроме того Кроме того и С оплатой Следует посчитаться Три тысячи пятьсот Ровно на тысячу больше против того, что я получал Зарабатываю уроками и случайной литературной работой Значит, можно будет бросить все, кроме завода Это прекрасно Это прекрасно Так Галстуки Где ж галстуки? Они перед тобой на стуле Ага Кроме того Не следует пренебрегать отпуском Который так любезно Фирма мне предоставляет Я ведь уже пять лет не видел своих стариков В Рязани Милый мой Я поеду вместе с тобой Верочка, у меня два шпадана Мы просто не поместимся А я поеду не на вокзал Я поеду с тобой в Рязань В Рязань Но у тебя же вещи не собраны Как ты поедешь? Верочка, я тебя прошу Ты подожди моего письма, хорошо? Без свободы нет счастья Успокойся Я прямо с дороги тебе напишу письмо Завтра же ты его получишь А там посмотрим А когда мне вернутся, ты напишешь Хорошо? Хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В конце апреля Лопухов уехал в Рязань В середине июня возвратился Пожил неделю три в Петербурге Вот тогда-то и произошло исчезновение постояльца В гостинице у московского вокзала А затем сцена, когда Вера Павловна заявила Кирсанову, что она покидает Петербург Через три часа после ухода Кирсанова появился Рахметов Двера Павловна, я пришел без зова Но я видел Александра Матвеевича и знаю все Поэтому рассудил, что, может быть, пригожусь вам для каких-нибудь услуг И просижу у вас вечер Благодарю вас, Рахмет Я буду сидеть здесь, в кабинете Если что-нибудь понадобится, вы позовете Если кто-нибудь придет, я оттворю дверь, вы не беспокойтесь Читал? Тоже читал? Интересно А вот это хорошо Это хорошо, что попалось Значит, это и есть знаменитый Рахметов Одет прилично Впечатление производит внушительное Однако же Зачем ветчина в кармане? Это уж совсем неприлично Прилично, неприлично Все-то ты знаешь, мой проницательный читатель Что это за книга у вас, Рахметов? Ньютон Замечание о пророчествах Даниила и апокалипсиса святого Иоанна По-моему, эту книгу в последние сто лет никто не читал Неужели нельзя найти что-нибудь более интересное? Ньютон писал этот комментарий в старости Когда был наполовину в здравом уме, наполовину помешан Классический пример к вопросу о смешении безумия с разумом Зачем же иметь дело с сумасшедшими авторами? Есть писатели в здравом рассудке Весьма положительные У меня мало времени, извините Так он просто невеже Вот и все, что ты понял, мой проницательный читатель Тебе ясно все Я рад за тебя Ваша воля Но я все больше и больше убеждаюсь Что ваша повесть населена Весьма сомнительными личностями И человеку порядочному Следует подумать И крепко подумать Стоит ли заводить с ними знакомство И тем не менее, я познакомился с этим необыкновенным человеком Когда я первый раз увидел Рахметова, я еще не слышал о нем Это было здесь же, у Кирсанова Душно Без счастья и волей Ночь бесконечно длинна Буря бы грянула, что ли Чаша с краями полна Грянь над пучиною моря В поле, в лесу Засвещи Чашу вселенского горя Всю расплещи Простите Мне нужно с вами познакомиться Я вас знаю, вы меня нет Поэтому спросите обо мне у кого-нибудь, кому особенно верить Что за чудак? Это Рахметов Он хочет, чтобы вы спросили, заслуживает ли он доверия Безусловно Он поважнее всех нас здесь вместе взятых Мы его звали Регористом, а чаще Никитушкой Ломовым Никитушка Ломов, надо объяснить вам Знаменитый Бурлак, ходивший по Волге лет 20-15 назад Был гигант геркулесовой силы Какой он был силой, довольно сказать одно Он получал плату за четверых Когда мы называли Рахметова Никитушкой или Ломовым Он улыбался Когда он в 16 лет приехал в Петербург Был он юношей совсем незамечательным по силе Из 10 встречных двое наверняка сладили бы с ним Он решил приобрести физическое богатство И стал усердно заниматься гимнастикой Принял боксерскую диету Стал кормить себя, именно кормить себя Исключительно вещами, укрепляющими физическую силу Чаще всего бифштексами, почти сырыми По несколько часов в день Таскал дрова, рубил дрова Таскал камни, ковал железо Через год Он отправился в свое первое путешествие И, говорят, прошел с бурлаками Волгу от Дубровки до Рыбинска Пришел он ко мне еще студентом первого курса Мы проговорили с ним целый вечер Наконец он спросил меня, с каких книг начать ему читать Я указал На другой день он взял в магазинах на Невском Все, что я назвал И читал более трех суток сряду Через неделю он пришел ко мне и потребовал объяснений и указаний на новые книги Он почти все время проводил в чтении Да-да Но это продолжалось не более полугода Теперь чтение стало делом второстепенным, сказал он Я с этой стороны готов для жизни По каждому предмету капитальных сочинений очень немного Во всех остальных только разжижается и повторяется все то, что гораздо полезнее Полнее заключено в этих немногих произведениях И надо читать только их Я читаю только самобытное И то лишь настолько, чтобы знать эту самобытность Он сказал, я не пью вина Я не прикасаюсь к женщинам Я спросила, зачем это? Такие крайности вовсе не нужны Мы требуем для людей Полного наслаждения жизнью Так мы должны свидетельствовать своей жизнью Что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям И для себя лично А для человека вообще Что мы говорим по принципу, а не по пристрастию По убеждению, а не по личной надобности Однажды он обратился ко мне с просьбой Дать ему порядочное количество мази для заживления ран от острых орудий Я решил, что он хочет отнести лекарство в какую-нибудь плотницкую артель И дал ему огромную банку мази На другой день прибегает его хозяйка Спаси, говорит батюшка Свет Лежит в крови, боюсь смертельного случая Прихожу и вижу Спина и бока в крови Войлок, на котором он спал, залит кровью Под кроватью кровь А в войлоке натыканы сотни гвоздей остриями вверх Проба, сказал Рахметов Нужно Неправдоподобно, конечно Но на всякий случай нужно Вижу, могу Он шел, задумавшись в город И был пробужден от раздумья отчаянным криком Лошадь понесла даму, катавшуюся в шарабане Он бросился на середину дороги Но лошадь уже пронеслась мимо Он успел схватиться за заднюю ось шарабана Остановил его, но упал У него была разбита грудь Колесом вырвало кусок мяса из ноги Дама опомнилась и приказала отнести его к себе на дачу Он согласился, но попросил, чтобы непременно послали за Кирсанова Кирсанов нашел ушиб неважным, но самого Рахметова Очень ослабевшим от потери крови Пролежал он всего лишь 10 дней Дама Была вдова лет 19 Женщина небедная и совершенно независимого положения Огненные речи Рахметова, конечно, не о любви, очаровали ее Я во сне вижу его окруженным сиянием, говорила она Кирсанова Рахметов тоже полюбил ее Я был с вами откровеннее, чем с другими Вы видите, что я не имею права связывать чью-нибудь судьбу со своей Да, это правда Вы не можете жениться Но пока вам придется бросить меня До тех пор Любите меня Нет И этого я принять не могу Любовь к вам связала бы мне руки Они так не скоро развяжутся Уже связаны Но развяжу Я не должен любить Конечно, Рахметов любил ее Но какую надо иметь силу Какой характер Где он теперь, этот необыкновенный человек? Года через два после того, как мы видим его сидящим в кабинете Кирсанова Он уехал из Петербурга, сказавший Кирсанову и его друзьям Ну и что делать ему здесь больше нечем И что он сделал все, что мог И что ему можно будет делать через три года И что он собирается воспользоваться ими, как ему нужно будет для будущей деятельности Это для какой же интересуясь деятельности? А об этом, мой проницательный читатель Разреши мне умолчать Ты, конечно, догадываешься, что я знаю Рахметови больше, чем говорю Это для какой же интересуясь деятельности? Но если я знаю, то мало ли чего я знаю такого Чего тебе, проницательный читатель, во веки веков не узнать Это для какой же интересуясь деятельности? Таких, как Рахметов, мало Но ими расцветает жизнь всех Без них она заглохла бы, поникла бы Мало их, но они дают людям жить Без них люди задохнулись бы Велика масса добрых и честных людей А таких мало Но это цвет лучших людей Это двигатели двигателей Это соль соли земли Вера Павловна Я могу в значительной степени Утешить вас Теперь уже можно Общий результат моего посещения Будет утешителен Вы знаете, я не говорю напрасных слов Зачем он это сделал? Господи Дмитрий Сергеевич просидел у меня часа два Или более после того, как он написал письмо Столь огорчившее вас Так вот он-то и просил меня передать вам Вы? Вы, значит, знали, что он хочет покончить с собой И не остановили его? Я просил вас успокоиться Да, я не остановил его, потому что решение его было основательным Как вы потом сами убедитесь Боже мой Почему? Почему вы не остановили его? Дмитрий Сергеевич попросил меня провести этот вечер у вас Знаю, что вы будете очень огорчены Ну, меня он выбрал посредником Потому что знал меня как человека Который с буквальной точностью выполняет поручение Если берется за него Так вот Его поручение состоит в следующем Он Уходя, чтобы сойти со сцены Сойти со сцены? Вникните в это выражение Уходя, чтобы сойти со сцены Он ведь употребил его в письме, полученном вами, не так ли? Да, да, да Там, кажется, были такие слова Так вот Он Уходя, чтобы по его очень верному выражению Сойти со сцены Оставил записку к вам Где она? Давайте ее мне И вы могли столько времени сидеть здесь, не отдавая ее Мог, потому что видел надобность Скоро вы оцените мои причины Я вам сказал, что общий результат моего посещения будет утешителен Под этим я подразумевал содержание записки Вы прочтете ее, но вы ее не получите Как? Вы не отдадите ее мне, да? Нет Именно я потому и выбран, что всякой другой на моем месте отдал бы Она не может остаться в ваших руках по чрезвычайной важности ее содержания А потому, чтобы не быть принужден отнимать ее у вас силою Я вам не отдам ее, а только покажу Но покажу только тогда Когда вы сядете Сложите на колено ваши руки И дадите слово не поднимать их Клянусь Я предвидел это И потому, как вы могли бы заметить Если бы умели замечать Не выпускал записку из рук Точно так же я буду продолжать держать записку Все время, пока вы будете ее читать Поэтому всякие ваши попытки схватить ее будут напрасно Вы довольны, видели записку? Нет еще Как он добр Как он добр Вот эту записку Он написал сам А другую он написал по моей просьбе И вот ту Другую я могу оставить вам Потому что она не документ Одиннадцатого июля Два часа ночи Милый друг Верочка Выслушай все, что тебе будет говорить Рахметов Я не знаю, что он хочет говорить тебе Я ему не поручал говорить ничего Но я знаю, что он никогда Не говорит ничего, кроме того Что нужно Твой ДЛ Я должна слушать вас, Рахметов Ну вот А теперь, Вера Павловна Я вам выскажу мое мнение о деле Вы уезжаете Почему? Вид мест, которые напоминают мне прошлое Расстраивает меня Из-за ничтожнейшего облегчения себе Вы бросаете на произвол судьбы мастерскую И пятьдесят человек Судьба которых целиком зависит от вас Хорошо ли это? Я хотела просить Мерцалова А в состоянии ли она заменить вас мастерской? Ведь ее способность к этому еще не испытана А здесь требуются способности довольно редко Десять шансов против одного Что вас некому было заменить И что ваш отъезд губил мастерскую Ой, почему же вы сразу-то не остановили меня? Ну, во-первых, вы бы не послушались Ну, а во-вторых Я знал, что вы скоро возвратитесь И стало быть, дело не будет иметь ничего важного Виноваты вы Кругом Ну, а за покорность Награда У вас найдется бутылка вина Вам не дурно выпить Кажется, есть в буфете Как жаль Что я не могу выпить три-четыре рюмки Хотелось бы Неужели хотелось бы, Рахмет Завидно, завидно, Вера Павловна Человек слаб Вы-то еще слаб Слава Богу Отчего же вы всегда Такое мрачное чудище Смотрите, ну вот сейчас ты будешь Милый, хороший человек Вера Павловна Ведь я же выполняю веселые обязанности Отчего же мне не быть веселым Но ведь это случай Это редкость А вообще видишь Очень невеселые вещи Отчего же здесь не быть мрачным чудищем А теперь скажите мне Зачем выведен Рахметов Который больше не появится в моем рассказе Фигура эта не участвующая в действии Мне казалось, что ваши герои Вера Павловна Лопухов Кирсанов Лица высшей натуры И даже, быть может, невозможные в действительности По слишком высокому благородству Но с появлением Рахметова Я вижу Мои герои стоят просто на земле На той высоте, на которой они стоят Должны стоять, могут стоять все люди Это высшие натуры Не таковы Не покажая фигуру Рахметова Большинство читателей сбилось бы с толку Насчет главных действующих лиц моего рассказа Я хотел изобразить обыкновенных Порядочных людей нового поколения Людей, которых я встречаю целые сотни Я взял троих таких людей Веру Павловну Лопухова Кирсанова Такими обыкновенными людьми Я их считаю Но они сами себя считают Считают их все знакомые То есть такие же люди, как они А в самом деле Что не делают такого превысокопарного? Не делают подлостей Не трусят Имеют обыкновенные честные убеждения И стараются действовать по ним и только Такое геройство Ну, попробуйте Хорошо? Вот так Саша, мы живем с тобой три года А мне кажется, как один день Саша, ну вот с чего люди взяли Что любовь ослабевает Если ничто людям не мешает Вполне принадлежать друг другу Они просто не знали Истинной любви А где теперь Рахметов? Его нет в Петербурге Да, это человек другой породы Мы с тобой не такие орлы Нам нужна еще и личная жизнь А что это ты все свела к личной жизни? Собираешься влюбиться В кого? В кого? Ну? В кого? Ну? В кого? Ну нет, нет Ну что ты, нет Ну не мне же, не тебе теперь это не грозит Правда? Через три года ты забудешь свою медицину Еще через три года ты разучишься читать Обязательно Из всех способностей к умственной жизни У тебя останется только способность видеть меня И никого, кроме меня А вот ты Как раз наоборот Вовсю читаешь Ой Ну а еще латын Ты что, не оставил свою идею всерьез заняться Медициной? Саша Я хочу просить тебя взять меня с собой в госпиталь В госпиталь Это я не знаю В госпиталь Саша В госпиталь В вид крови тебя не испугает Мне надо Ну-ка, летак То как Хорошо, Верочка Угу Хорошо ЗВОНОК В ДВЕРЬ Рахметов Кирсанов Лопухов Довольно подозрительные личности Вечные недомолвки какие-то А эту вашу героиню Я уже давно ее наблюдаю И я не могу вам не заметить Что она просто Синий чулок Да Ты отгадал это, проницательный читатель Да не отгадал ты, кто Синий чулок Синий чулок С бессмысленной аффектацией Самодовольно толкует О литературных или ученых вещах Которых ни бельмеса не смыслит Чтобы щегольнуть своим умом Которого ему не случилось Получить от природы Сами возвышенными стремлениями Которых в нем столько же Сколько в стуле, на котором он сидит Своей образованностью Которая в нем столько, как в попугае Ты видишь, чья эта фигура в зеркале? Твоя, приятель Какую бороду не отпускай Или как тщательно не выбривай ее Все равно ты Неоспоримо ты Подлиннейший синий чулок Прощай, не хочу тебя видеть Изгоняю тебя Ну, знаете ли Это уже оскорбление личности Я ведь долго терпел твои издевательства Я ждал, надеялся, что ты одумаешься Ты, конечно, автор И ты можешь издеваться надо мной Сколько угодно Как над читателем Но смею заметить, уважаемый Что я ведь не только читатель И я надеюсь, что мы встретимся С твоими героями Да и с тобой, пожалуй, тоже При других обстоятельствах Александр Матвеевич, здравствуйте Очень рад познакомиться с вами, Александр Матвеевич Очень много наслышался о вас, Александр Матвеевич Как об одном из лучших украшений Медицинской науки Так необходимой для государства Прошу садиться Благодарю Я должен вам сказать, господин Кирсанов Что о магазине вашей супруги Ходят невыгодные слухи Интересно бы знать Что это за невыгодные слухи Сплетни о модных магазинах Чаще всего состоят в том Что они служат местами Любовных свиданий Уж не это ли Бог с вами Кто же смеет Оскорблять подобной клеветой Вашу супругу Она и вы Много выше подобных подозрений Обществу И можно сказать Государству Драгоценны Такие ученые и деятели Как вы Потому что Процветание науки Есть первая потребность Благоустроенного государства И потому они Должны И я бы даже сказал Обязаны Беречь себя Насколько я Сам о себе знаю Я не делаю Ничего такого Что противоречило бы Моей обязанности Перед обществом И государством Беречь себя Я сам отвечу Давайте говорить прямо К чему людям Просвещенным Не быть между собой Откровенными Я сам Тоже В душе Социалист Читал Прудона С наслаждением Но Позвольте сказать Несколько слов Чтобы между нами Не оставалось Недоразумений Вот вы сказали Тоже социалист Это тоже Это тоже вероятно Относится ко мне А почему вы думаете Я социалист Я имею те основания Господин Кирсанов Причислять вас К социалистам Потому что мне известно Устройство магазина Вашей супруги Это устройство Добрают люди Всех направлений Когда они говорят Я пригласил вас Не для ученых Споров Согласитесь Что мне некогда Ими заниматься Следовательно Магазин Госпожи Кирсановой Имеет вредное направление Я бы советовал Ей И в особенности Вам конечно Быть осторожнее Если он вреден То его следует закрыть А нас отдать под суд Не так ли Но любопытно было бы знать В чем именно Состоит его вред Да во всем Хотя бы начнем с вывески Что это такое Что это такое Магазин хорошей работы Это просто революционный смысл Революционный лозунг Какой тут Революционный смысл Ну смысл этих слов Означает Что надобно Все магазины Так устроить И только тогда Видите ли Рабочему сословию Будет хорошо В общем ясно Это взято из социалистов Я прошу вас Замените эту вывеску Другую Ну пускай это будет Просто написано Модный магазин такой-то Это прямое выражение Воли Которая должна быть Исполнена Ну что ж Теперь я не спорю Это будет сделано Вот и хорошо Александр Матвеевич Мы расстаемся с вами Дружелюбно Это меня Это меня Весьма радует До свидания Каков наш проницательный читатель А Не так уж он прост Как кажется На первый взгляд Впрочем Всякий читатель Не только читатель Он еще живой человек И кто знает Не один из героев Моей истории Вот вы Милая девушка Кто вы? Кто я? Я обыкновенная девушка И уж наверное Не из числа ваших героев Мне далеко до них Ваша Вера Павловна Нашла себе дело Нашла в себе смелость А я одна Ну что я могу одна? Я не знаю как приняться Да если бы знала Где у меня возможность Девушка у нас связана во всем Я независима у себя в комнате Ну что я могу сделать у себя в комнате? Положить на стол книжку и читать? Куда я могу идти одна? С кем я могу видеться одна? И какое дело я могу делать одна? Да нет Я не из числа ваших героинь Как вас зовут? Ползова Катя Ползова Ну что ж Постараюсь познакомить вас С одним из своих героев Вам ничего не говорит имя Бьюмонта Чарльза Бьюмонта Чарльз Бьюмонт Это англичанин Который ведет какие-то дела с моим отцом Да-да Чарльз Бьюмонт Чарльз Бьюмонт Так вот случилось, что мой отец Уроженец Канады Оказался в Тамбовской губернии В Тамбове я родился Годам к 60-ти отец, накопивший денег, вздумал вернуться в Америку Отец умер А я поступил работать в контору лондонской фирмы Хачсон и компания, зная, что она имеет дела с Россией Все-таки Россия моя родина 20 лет в ней прожита и тянула назад И как только я поступил на работу Фирма поручила мне оформить покупку вашего завода И вот я снова в России Думал ли я когда-нибудь, что акции завода будут иметь для меня важность Тяжело Тяжело на старости лет подвергаться разорениям Еще хорошо, что Катя так равнодушно отнеслась к тому, что я погубил ее состояние Да, я вас очень хорошо понимаю Потом и кровью, а главное умом нажитое Тяжело Если бы Катя убивалась, а то нет Она спокойно к этому отнеслась И не только сама не жалеет, но даже меня, старика, поддерживает Вера Павловна сейчас выйдет Спасибо Благодарю Вы меня ждете? Да Прошу Вы Вера Павловна Вера Павловна Кирсанова Кирсанова Садитесь Вы простите, что я так Но все это для меня очень важно Мне нужно Ну, сказать хотя бы для начала, как вас зовут Да, простите Моя фамилия Полозова Екатерина Полозова Но фамилия моя вам ничего не скажет Ну, тогда скажите, кто вас прислал Один человек Ну, пусть вас не беспокоят никакие подозрения Это Очень хороший человек Он мне очень помог Намного заставил взглянуть по-другому И посоветовал прийти к вам Посмотреть в вашу мастерскую Я сама хотела бы организовать такое предприятие Но Не знаю, как к этому подступиться А как фамилия этого человека, если не секрет? Он англичанин Англичанин? Странно Ну что ж, Катя Я вам с удовольствием все покажу Пойдемте Вот Это договор И Обязательство фирмы Извините Да, так вот Замечательная женщина Вначале она приняла меня немного подозрительно Но это и понятно Но зато потом наговорились доста Она даже пригласила меня домой Пили чай, болтали У нее очень милый муж Александр... Что вы сказали? Александр Матвеевич Кирсанов Известный хирург в Петербурге Они очень любят друг друга И совершенно счастливы своими отношениями Прошу прощения Здесь нет бекселей А они еще не должны быть Они будут сегодня к вечеру Извините Екатерина Васильевна Вас, наверное, удивляет то обстоятельство Что я так часто и так подробно Вас расспрашиваю о Кирсановых Признаться, удивляла Но я думаю, что если вы не хотели Объяснить мне то, что Мне казалось странным в вашем желании Вероятно, вы не имели права говорить Мало ли бывает тайны А у меня нет прежнего нетерпения Знать о них Я знаю все И благодарю вас Простите Необходима ваша подпись Извините Хотите, мистер Бимонт Я скажу вам серьезное мнение Но не об экономике И не о женском вопросе О которых мы с вами столько переговорили А о вас Вот как? Обо мне Интересно Слушаю вас Вы человек Очень сдержанного характера И вы горячитесь Когда говорите о женщинах А из этого следует Что у вас должны быть Какие-то Личные мнения По этому вопросу Очевидно Вы пострадали От какой-нибудь ошибки В выборе Екатерина Васильевна Это, наверное Должно казаться смешно Что я как будто бы боюсь Все время боюсь за вас Но вы поймете Почему я так часто Предостерегаю вас Если я скажу Что у меня был пример И мне ее было очень жаль Где это было В Лондоне В Брюсселе В Филовельфе Это все равно Она была Очень хорошей женщиной И считала мужа своего Очень хорошим Человеком Они были Привязаны друг к другу Но она страдала Она не была счастлива с ним И очень хорошо Очень хорошо Что так все кончило А я могла От кого-то уже Слышать этот рассказ Возможно Может быть От нее самой Может быть Я еще не давала тебе Ответа Нет Ты же знаешь его Знаю Не женись и молодец Слушайся меня Нет Это пожалуй Глупость И жениться можно И влюбляться можно Но только с разбором И без обмана Дети Я вам спою Как я выходила замуж Роман старый Но ведь я Старуха Сижу я на балконе В нашем замке Дальтоне Ведь я шотланд Такая беленькая Белокура Внизу лес Река Брингал К балкону Подходит мой жених Он бедный А я богатая дочь Лорда-барона Но я его люблю И пою Красив Брингал Об рек Крутой И зелен Лес Кругом Мне с другом Там Приют Дневной Милей Чем Очий Дом Впрочем Очий-то дом Был на самом деле Не очень мил Я ему пою Уйду с тобой Как вы думаете Что он мне отвечает Ты хочешь Дева Быть Моей Забыть Свой Род И сан Но прежде Отгадать Сумей Какой Мне Жребий Дам Ты охотник Спрашиваю я Нет Ты браконьер Почти угадала Говорит Как мы Изберемся Дети Тьмы То Должно Нам Поверь Забыть Кто Прежде Были Мы Забыть Кто Мы Теперь Поет он Я отгадала Ты охотник Да Это правда Он охотник Как вы думаете Господа Что он мне отвечает Я плохой Тебе жених Дева Плохой О Дева Друг Недобрый Я Глухих Лесов Жилец Опасна Будет Жизнь Моя Печален Мой Конец Это Неправда Неправда Конец Не будет Печален Но я Тогда Так думала И он Тоже Так думал Но все Так Все Так Все Так Я ему Отвечаю Своё Красив Брингал Обрек Крутой И Зеленый Лес Кругом Мне С Другом Там Приют Дневной Милей Чем Оч И Дом Да Это Было Так Действительно И мне Не 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 О чем Жалеть Мне Было Сказано Что Я Иду Так Можно Жениться И любить Дети Можно Но без Обмана И умейте Выбирать Дети Таких Любить Разрешаю И Разрешаю И благословляю Дети Дети И Дети Субтитры создавал DimaTorzok Когда я смотрю на эту женщину, то думаю о том, что Рахметов в данном случае был излишне тверд. Я думаю, что Рахметов бы сказал, что в данном случае ты излишне мягок. Что-то не видно Рахметова, давно пора бы ему вернуться. Александр Матвеевич, Вера Павловна. Здравствуйте, Катерина Васильевна. Здравствуйте. Я венчаюсь послезавтра. А нынче же хочу представить вам своего жениха. От которого вы так давно сошли с ума? Я сходила с ума, когда все было так тихо и благоразумно. Ну я рада, что с ним вы говорили тихо и благоразумно, но со мной вовсе нет. Это любопытно. Но вот что еще любопытнее. Он вас очень любит. Вас обоих. А вас, Вера Павловна, даже еще больше, чем Александр Матвеевич. Ну что же тут любопытного? Если вы говорили ему хотя бы с тысячной долей того восторга, как мне о нем, то конечно. Вы думаете, он знает вас через меня? Да в том-то и дело, что не через меня, а сам. И гораздо больше, чем я. Вот как? Это интересно. Как же это? Сейчас расскажу. Он с самого первого дня, как приехал в Петербург, очень сильно желал увидеться с вами. Ему казалось, что будет лучше, если он отложит эту встречу до той поры, когда сможет приехать к вам не один, а с своей невестой или женой. Ему казалось, что вам будет приятнее видеть его с ней, нежели одного. Видите? Наша свадьба произошла из его желания познакомиться с вами. Странно. Жениться на вас для того, чтобы познакомиться со мной? Вовсе нет. Мы с ним венчаемся совсем не из любви к вам. Ну разве мы с ним знали друг о друге, что мы существуем, когда он ехал в Петербург? А в Петербург-то он ехал для вас. Ну какая же вы смешная. Ты знаешь, Саша, странно. Она говорит, что он англичанин, а по-английски он говорит хуже, чем по-русски. Саша. А какой я сон вчера видел. Удивительный. Почему бы он? Приснилось мне здание. Громадное, громадное здание. Каких теперь лишь по нескольку в самых больших столицах. Или нет? Теперь ни одного такого. Оно стоит среди нив и лугов, садов и рощ. Нивы — это наши хлеба. Только не такие, как у нас. А кусты изобильные. Поля — это наши поля. Работающие на нивах почти все поют. Как быстро идет у них работа. Но еще бы я не идти быстро, еще бы им не петь. Почти все за них делают машины. И жнут, и вяжут снопы, и отвозят их. Еще бы им не работать быстро и весело. Но вот работа окончена, и все идут к зданию. Здание сверкает на солнце металлом. Это новый металл алюминий. Все промежутки окон одеты огромными зеркалами. Новые ковры на полу. Повсюду южные деревья и цветы. Весь дом — громадный зимний сад. Здесь живут люди, работающие в коле. Неужели это мы? Неужели это наша земля? Я слышала наши песни. Они говорили по-русски. Здесь все живут так, как лучше кому жить. Всем и каждому полная воля. Вольная воля. Я видела будущее. Оно светло и прекрасно. Будущее. Любите его. Стремитесь к нему. Работайте для него. Приближайте его. Переносите из него в настоящее, сколько можно перенести. Настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением наша жизнь, насколько вы сумеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к будущему. Приближайте его. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok